Библейский портал экзегет.ру представляет 53 глава книги пророка Исаии Самая известная глава Ветхого Завета, я не шучу И мы сейчас ее прочитаем для библейского портала экзегет Я читаю свой перевод с небольшими комментариями Я сделаю это немножко необычно Я прочитаю всю главу, она короткая А потом я ее прокомментирую два раза, по-разному С цитатами Напомню, что в 52-й говорилось о том, что Господь возвращает израильтян на их место Отстраивает заново Иерусалим Скоро все это произойдет, нужно срочно уходить И в конце звучали такие строки Как бы неожиданно, да, вот все хорошо будет Вот идите, идите И вдруг, да, будет мой слуга успешен и высок и велик и вознесен Как много было тех, кто удивился ему Облик был обезображен, не как у человека На сына Адама и не был похож Так многие народы он изумит, и цари пред нему молкнут Увидят то, о чем не говорилось Поймут то, о чем не слыхивали Появляется тема унижения и страданий Но она не только здесь, она и раньше уже была Говорилась о том, что вот Слово Божие, которое нужно доносить до людей До израильтян в том числе приносит побои и все прочее И что в конечном итоге будет триумф Это уже звучало Но вот 53-я все-таки раскрывает что-то об этом удивительном Слуге Господнем Кто поверил тому, что от нас услышал? Кому открылась сила Господня? Он взошел пред ним как росток, как корень из сухой земли Не приметен он, не величествен Посмотрели мы на него, не разглядели Ничего привлекательного Он был умолен, пред людьми унижен Человек-страдалец, изведавший боль Отворачивали от него лица, ни во что мы его не ставили А он понес на себе наши раны Нашу боль на себя принял Можно по еврейскому тексту еще перевести как-то иначе Там упомянуты многие народы И некое кропление перевести почти Но вот связано не получается Мы-то думали, что это он Богом поражен, уязвлен и унижен Он был за грехи наши ранен За пороки наши претерпевал Он наказан и мир нам дарован Его страданиями мы исцелились Всем разбрелись, как овцы Каждый свернул на свою дорогу А Господь возложил на него все наши прегрешения В истязаниях и мучениях он молчал, как овца перед закланием Как ягненок молчит во время стрижки Так и он не разомкнул уст Был он схвачен, отведен на суд Вариант перевода Или претерпел суд жестокий Что сказать о его роде На земле живых его уж нет За грехи моего народа был казнен Могилу ему назначили среди злодеев Похоронен он был вместе с богатым Хоть он не творил насилия Не было лжи на устах его Было Господу угодно его сразить Мучительной смертью, как искупительную жертву Но увидит он потомство Дни его продлятся И в нем исполнится воля Господня После страдания увидит он свет В некоторых рукписах слова свет отсутствует Увидит и порадуется После страдания увидит он свет И порадуется знанием своим Мой праведный слуга Оправдает многих Их грехи понесет Или вариант перевода Узнав моего праведного слугу Многие получат оправдание И он их грехи понесет Посему дам ему долю среди великих С могучими он будет делить добычу За то, что предал себя на смерть И к преступникам был причислен Понес на себе грехи многих За преступников заступился Вот наиболее полный во всей книге Портрет отрока или слуги Господнего Который несет его слово И который одновременно страдает Мы говорили о том Что это могут быть разные люди Или общности людей Например, персидский царь Кир Иногда назван открыто отроком Мы читали такую главу Но это явно не о нем Он не страдал По крайней мере, мы не знаем о том Чтобы он страдал Мы говорили о том Что этот самый отрок или слуга Он может быть народом Израиля Который своего рода представитель Бога В этом мире С которым Бог выстраивает отношения Вообще, это традиционно иудейское Толкование этой главы И здесь есть немалый смысл Смотрите Я начинаю комментировать Это один из комментариев Я потом дам другой Он зашел пред ним Как росток Как корень сухой земли Неприметен Он невеличествен Посмотрели мы на него Не разглядели Ничего привлекательного Но ничего нет в этом народе Израиля особенного Там Великий Египет Великая Осирия Вавилон Там культура Там политика Там много всего остального А что в Израиле? Да, в общем, ничего Умолен Перед людьми унижен Отворачивали от него лица Ни во что его не ставили Да, похоже А он понес на себе раны Нашу боль на себя принял За грехи наши ранен За пороки наши претерпевал Вот эта мысль повторяется В разных выражениях То есть он был наказан За чужие грехи Ну, наверное, можно сказать И так про Израиль Хотя уже немножко трудно Он наказан и мир нам дарован Здесь упомянуто выражение Мирная жертва Но его в переводе Я не хотел употреблять То, что мирная жертва У нас там, скажем Мирная жертва вооруженного конфликта Вот воюют И кого-то убили случайно Да, или Того, кого не надо было убивать Но здесь мирная жертва Это принесение животного В жертву Богу А мирная она называется Потому что тем самым Мир даруется тому, кто приносит Мир с Богом Это жертва, которая Человека примеряет с Богом И вот Израильский народ Тогда получается Примирен Он примиреет с Богом людей Остальных Он приносится в жертву Каким-то образом Как-то уже вот Трудно сказать Но с другой стороны Плен Да, вот все эти бедствия Израильский народ Страдает Но в результате Весть о Одином Боге Распространяется По кругу земель И Люди вообще узнают Об этом самом Боге И люди Начинают Из языческих народов Люди начинают Выстраивать с ним Тоже свои отношения Хорошо Он молчал Как овца Перед закланием Был схвачен Отведен на суд На земле живых Его уж нет Ну вот Его фактически Истребили Но Израильский народ Не был истреблен Даже во время Второй мировой войны Это Хотели сделать Нацисты Но у них Это не получилось До конца Но во всяком случае Вот стремление Убить было Да Может быть Об этом пророчество Но увидит он потомство Дни его продлятся В нем исполнится Воля Господня Такое неожиданное возрождение Увидит свет И порадуется Долю ему дам Среди великих С могучими Будет делить добычу Ну то есть Победа в конечном счете Останется для них За ним А к преступникам Был причислен Понес на себе грехи многих За преступников Заступился Вот Традиционный Иудейский экзегез Видит в этом Всем Израильский народ Надо объяснять Кого видит Здесь Традиционная христианская экзегеза А надо Давайте не будем торопиться Узнавать знакомые цитаты В Евангелии Мы конечно Их не только в Евангелии Во всей христианской литературе Всю эту 53 главу Даже если бы Мы не читали Вообще никогда Мы бы ее из цитат Восстановили Она В христианском мире Наверное Самая популярная глава Ветхого завета И христиане Говорят о том Что это мессия Это помазанник Это отрок господень Который Несет Людям Слово Господа И который Претерпевает Мучительную смерть Но в конечном итоге Оказывается победителем Росток Само это слово Оно может означать Побег Когда Вырастает Из корня Срубленного дерева Свежий росток Вот он называется Этим словом А может обозначаться Так и законный царь Законный царь Потомок Династии Давида Неприметен Невеличествен Умолен Унижен Человек Страдалец Изведавший боль Вот даже подчеркивается Что человек Не общность А один человек Отворачивали Ни во что не ставили А он Понес на себя Наши раны Нашу боль На себя принял Мы-то думали Что это он Богом поражен Изгленно унижен Он был за грехи Наши ранен За пороки наши Претерпевал Он наказан И мир нам дарован Его страданиями Мы исцелились Страдающий отрак Господний Страдающий Мессия Мессия Особый человек Пророк Но и больше пророка Который приходит С вестью от Бога И который Становится не просто Носителем этой вести Пророк Достаточно С него было бы этого Но становится Жертвенным животным Становится тем Кого В общем-то Убивают Мучительной смертью Для того Чтобы искупить Грехи Остальных людей В истязаниях И мучениях Он молчал Как овца Перед закланием Что сказать О его роде На земле Живых Его уж нет За грехи Моего народа Был казнен Похоронен Вместе с богатым Но увидит он Потом Сто дни его Продляться И в нем Исполнится Воля Господня Конечно В евангельской Истории Все эти цитаты Не просто Подобраны Но подобрать Мучительная Какая-то загадочная Фигура Из будущего В 53-й Совершенно Точно Это Будущее Это не Царь Кира Абсолютно Ясно Ну и не пророк Который это Говорит Потому что Он жив Может быть Он пророчествует О том Его убьют Но все-таки Это как-то Больше говорится О далеком Будущем И Это не случайно Это не случайно Потому что Разные вещи Могут быть По смыслу Довольно тесно Связаны Кто такой Мессия Вот этот Самый избранный Царь Не просто Некоторая фигура Которая с неба Приходит И никто не понимает Зачем это нужно Но Это выразитель Вот этой основной Самой идеи Израильского народа Народа Посредника Между Богом И остальным человечеством Народа Который Выстраивает С Богом Совершенно особые Отношения Отношений Матери И ребенка Вот об этом Говорится здесь Или Супруга И жены Теснейшая Внутренняя Интимная Даже связь Между Богом И некой Общиной людей И вот появляется Человек В котором Вот эта идея Особых Родственных Близких Отношений С Богом Доводится До какого-то Высочайшего уровня До совершенства Сын Божий Как об этом будет сказано В Евангелии Израиль Народ-пророк Который говорит Всему остальному Человечеству О том Что есть Единый Бог О том Как с ним Можно Выстроить Свои отношения Как вообще Все это происходит Но Израиль Сам все время Соскальзывает В язычество Израиль Сам все время Оказывается Недостоин Той миссии Он отказывается От нее Постоянно Целая книга Пророка Иона Это ярчайшая Иллюстрация Такая История Как это не получается Значит Должен прийти Кто-то Кто об этом Напомнит Израиль Значит Должен появиться Кто-то Кто эту миссию Израиля Исполнит Целиком И полностью Для самого Израиля И для всех Остальных народов Тоже И вот Мессия Это именно Тот В ком Вот эта Роль Израиля Воплощена В чистоте В полноте И в совершенстве И он Однажды Приходит И поэтому И пророк Который об этом Говорит Заранее Он тоже Немножко Этот самый Отрак И слуга Господний Или даже Немножко А довольно В значительной Степени И царь Кир Языческий царь Который Вообще-то О едином Боге Ни одного слова Не сказал Насколько мы знаем Но который Исполнил его волю В том что Он разрушил Вавилон В том что Он отпустил На волю Израильтян Он тоже Отрак Господень В том смысле Что он играет Роль вот этого Царя Правителя Который Освобождает Израильский народ Всего лишь Из вавилонского Плена Потом придет Другой царь Который освободит Его от рабства Греха и смерти И не только Израильтя Но вообще Все человечество Но царь Кир В этом замысле Спасения Тоже играет Свою роль И поэтому Мне кажется Что пророческие книги Они действительно Очень интересны И поучительно Не только В том смысле Что вот Было когда Давно сказано Будет то-то Потом оно произошло И мы знаем Да вот это Священное Писание Да есть Бог Да он Выстраивает свой замысел Об этом кстати Очень много В сороковых И в 50 главах Тоже сказано Господь заранее Все предсказал И объясняет В том числе И смысл прошедших Уже событий Когда они произошли Но еще Суть Священного Писания В том Что оно заставляет Нас Находить Может быть Совершенно неочевидные Связи между пророком И царем И думать о том Что связанные Вещи здесь Они уходят куда-то В далекое будущее В вечность По сути дела Уходят для того Чтобы там встретиться В некоторой точке И вот Можно же было Все сказать проще Основное содержание Книги Исаии Ну в принципе На 5-6 страницах Изложить нетрудно Израильтяне Вы много грешите За это вы будете наказаны Иерусалим будет разрушен Вас отведут в плен Да Когда все это состоялось Вы получили Свое наказание Теперь Господь Вас не отвергнет Вы вернетесь Все отстроить Только не забывайте О Боге И слушайтесь его Я примерно Пересказал Основное содержание Книги пророка Исаии Что же мы тут Мучаемся Читаем уже 53 главу А еще есть Больше 10 глав Этой книги И разжевываем Это все До бесконечности Дело в том Что красивые детали Образы яркие Ну да Есть это Но Еще дело в том Что вот эта книга Как и другие Пророческие книги Но это в особом смысле Показывает внутреннюю связь Этих идей Явлений Понятий Фигур И конечно Идея о Мессии Страдающем Которая появляется Немножко раньше Которая Не только здесь Но в этой главе С наибольшей полнотой Ясностью И четкостью Изложена Что Мессия Приходит к народу И принимает на себя Страдания Не просто потому Что так получилось Ну вот Вот извини пожалуйста Мы тебя немножко замучили Но потому что Это Входит в божественный замысел Потому что его жертва Это жертва Ради спасения Остальных людей От грехов И вот именно здесь Она раскрывается С наибольшей полнотой Но если бы не Это постепенное подведение Если бы не этот Полный драматизм И диалог Пророка и Бога И человека С Богом И людей между собой Пророка Который обличает От имени Бога Свой народ Который от себя Еще что-то говорит Который рассказывает О том Как тяжело быть пророком Потому что ведь бьют Плюют в лицо Ведь ты же говоришь Не то что приятно слушать Вот если бы этого не было То это основное содержание Повисло бы в воздухе Оно бы осталось Какой-то Ну такой знаете Голой моралью Никто не любит Когда ему читают мораль А вот здесь возникает Прямо детектив Здесь возникает Исторический роман В котором Разные стороны В сложных отношениях В котором мы Постепенно распознаем Какие-то контуры Будущего И может быть Не до конца Их распознали Мне кажется Так гораздо интереснее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому